Медиагруппа Авангард представляет Всем привет! Как ни страшно, но будущее уже наступило. Будущее, когда часть функций за людей могут выполнять роботы. Но, к сожалению, не всегда это бывает во благо. И последние трагические новости о крушении нескольких самолетов модели Boeing из-за недостатков программного обеспечения тому подтверждение. При этом из каждого утюга говорят о гибких методах разработки. Ничего не важно, только сроки. Нужно больше, нужно быстрее. Но постойте, а как же безопасность? И разобраться в том, может ли гибкая разработка быть одновременно безопасной, сегодня нам помогут. Сергей Лихоманенко, заместитель директора департамента разработки компании Gazanform Service и Андрей Акинин, генеральный директор компании WebControl. Коллеги, я предлагаю начать нашу сегодняшнюю встречу с небольшого блицопроса. Каждому из вас я задам по три маленьких таких вопросика и попрошу вас очень четко и коротко на них ответить. Поехали! Коллеги, как вы считаете, функциональные возможности продукта, они важнее, чем безопасность? И стоит ли продукт выпустить на рынок сегодня, но с дырами? Или завтра, но уже с исключенными недостатками? Важен баланс. Вся наша жизнь баланс, разработка также. У меня два мнения. Первое, конечно, да, потому что функционал приносит деньги. Но с другой стороны, функционал должен быть качественным, поэтому без безопасности не обойтись. Коллеги, как вы оцениваете уровень зрелости российских компаний именно в части безопасной разработки по шкале от единицы до десяти? И почему? Наверное, где-нибудь посерединке. Золотая середина. Не золотая, а скорее посредственно. Понимание уже начинает расти, но зрелость и готовность уделять существенное внимание безопасности созданного продукта, наверное, все-таки ниже середины. Сергей, твое мнение? Я солидарен буду где-то, наверное, на четверку или на пятерку, потому что очень многие компании сейчас просто за этим трендом следуют. Есть у других, почему нет у меня? Многие заказчики начинают спрашивать. Но в головах четкого осознания, зачем это нужно, далеко не у всех компаний можно заметить. Как одним предложением убедить владельца компании в том, что ему нужна не только гибкая, но и безопасная разработка? Работайте над качеством ваших продуктов. Я бы, наверное, сказал, что безопасность – это качество. Вы хотите иметь качественный продукт? Хочу качественный, с наименьшими инвестициями в него. Самое главное – это начать дискуссию. Если владелец продукта начинает с тобой спорить, значит, ты его уже зацепил. Ну что ж, коллеги, это была замечательная разминка, и нам с вами пора переходить к погружению. Задраить люки и поехали! Коллеги, а я правильно понимаю, что методы гибкой разработки существовали всегда? Просто на текущий момент времени они стали более востребованы и популярны. Андрей? Первое упоминание о динамической разработке может датировать 57-м годом прошлого века. И активно методы гибкой разработки начали развиваться в 80-е годы, тоже прошлого века. А сейчас, наверное, правильно говорить об agile. Методология и манифест, которых появились в нулевые годы. Да, действительно, просто это хайп и ничего более. Коллеги, а в какой момент вообще вот к сочетанию гибкая разработка добавилось еще одно определение? Безопасная гибкая разработка. Ее когда-то там не было? Это вам вопрос. Это момент, который относится к качеству продукта. Сейчас эта история популяризируется в России, ну, регулятор сильно на это влияет. Это было всегда, точно так же, как и тестирование продукта. Но здесь я бы немножко переформулировал вопрос, потому что, наверное, правильнее сказать, не добавилось термин безопасность, а вопрос о безопасности выделились в отдельный класс проблем. И вот это, наверное, произошло тогда, когда наши информационные системы начали выходить в интернет. Мы подходим к очень интересному моменту, что у нас зачастую безопасность кода, безопасность программ путают с отсутствием уязвимости. Одно дело, когда мы делаем пентест, а другое дело, когда наш код работает при любых условиях. То есть, когда мы проникаем в программу или когда она сама разваливается. Вот где безопасно? Нельзя заужать этот вопрос. Россия обычно отстает от Запада примерно на 5 лет. И, возможно, вот методология agile – это уже что-то, что осталось в далеком прошлом, а мы с вами живем в каких-то доисторических временах. Какие у вас есть мысли по этому поводу? Сейчас и в мире, и в России говорят о комбинации agile подхода и loan подхода, то есть гибкая разработка, быстрая разработка и экономичная разработка. Объединяя эти два подхода, создается новый подход, который в мире называется DevOps. То есть, это не просто разработка, а управление разработкой с двух точек зрения. Надо делать быстро и дешево. И то, и другое должно быть качественно. То есть, все-таки отстали? Нет. Нет? Нет. Россия ровно так же работает, ровно так же очень много говорит о DevOps. И есть очень много компаний, которые реально вкладывают в это гораздо большие деньги, чем в скрам-мастеров и канбаны. Компаниям какого масштаба и каких отраслей вообще следует задуматься о безопасной гибкой разработке? Сильно зависит от мировоззрения. Это может быть маленькая компания, у которой есть ресурсы для того, чтобы обезопасить свой код и уделять этому должное внимание. Вопрос не размера компании, а вопрос того, на чем зарабатывает компания. Чем больше бизнес зависит от информационных систем, тем выше уровень зрелости и тем больше нужно думать о безопасности этих информационных систем. Маленький нюанс. Сейчас очень много компаний, которые занимаются разработкой заказного программного обеспечения, в интересах разных заказчиков. И на данный момент очень многие заказчики как раз-таки задают вопрос. Они просят или подтвердить соответствие разработки безопасной. Правда, тяжело сказать, как это подтверждение будет выглядеть, но просят. Или просят рассказать, насколько безопасна разработка внутри компании. Просто так они уже не готовы покупать эту заказную разработку. Кто в компании может и должен стать инициатором вот такой вот безопасной разработки? Как вы считаете, Андрей? Ну, либо человек, который владеет бизнесом, либо человек, который отвечает за его безопасность. Именно бизнесом, не информационных систем. Сергей? В любом случае это должен быть человек, который так или иначе управляет ресурсами. Один человек не может инициировать процесс полностью. Agile – это прежде всего команда. И в эту команду должны войти все, как сейчас входят архитекторы, разработчики, продукт-тоунеры и так далее, и так далее, тестировщики. Вот точно так же в эту команду должен входить специалист, который понимает, что такое информационная безопасность, который понимает, что такое CVE и как они реализовываются. То есть это просто новая роль, которая должна появляться в команде. Правильно я говорю? Безусловно, и мыслью о том, что код должен быть безопасен, каждый член команды должен быть пропитан. Он должен осознавать, зачем это делается. Потому что без этого осознания нормальной работы выстроить не получится. А знаете ли вы такие кейсы, когда компании успешно реализовывали именно проекты, связанные с безопасной и гибкой разработкой? Сергей? Это не кейс, это процесс. Процесс безопасной разработки. Здесь, наверное, уместнее говорить о достаточности процесса с точки зрения компании. Ну, например, я знаю, что компания Kiwi выстроила целую платформу для того, чтобы проводить тестирование своих продуктов. Другое дело, что, ну, наверное, это процесс, который очень тяжело завершить. То есть нельзя прийти и сказать, теперь наша разработка безопасна, и мы на этом остановились. Мне очень понравилось выступление на Уральском форуме представителей Яндекса. Была очень интересная мысль о том, что достаточно эффективный метод – это создание секьюрити-чемпионов среди разработчиков. В любой команде разработчиков есть люди, которые думают о безопасности, которым это интересно. Создавая из них секьюрити-чемпионов, мы повышаем общий уровень разработки. Безопасная разработка – это скорее экспертиза, которая накоплена в компании. И поэтому говорить о том, когда достаточная экспертиза и когда недостаточная, очень тяжело. Надо относительно чего-то отталкиваться. С момента того, как мы вообще не думали о безопасности, до момента, как мы стали хоть что-то внедрять, да, это большой шаг. Это большой кейс, который был реализован, причем, я думаю, что, ну, процентов 80 компаний точно уже его сделали. Другое дело, насколько, опять же, это отвечает требованиям рынка. Коллеги, спасибо. Я предлагаю нам погружаться дальше. И чем глубже, тем ближе мы к истине. Коллеги, гибкая разработка предполагает, что мы должны получить определенный результат в заданный срок. Но если мы начинаем тестировать наш продукт на реализацию вот именно безопасных функций, то выпуск такого релиза, он может быть несколько заторможен. Какая вообще роль безопасника вот в этом процессе? Как он может на него влиять? Он должен работать быстро и в срок. Вот и все. Хороший ответ. Задача безопасника и право безопасника заложить в головы людей, принимающих решение, что отсутствие уязвимости в продукте является, ну, ровно таким же требованием качества. И его нужно точно так же закладывать в программу спринта. Я здесь поддержу, Андрея. Задача безопасника или команды безопасности, если это люди обособленные от разработки, это как раз-таки повысить экспертизу в компании, о которой мы говорим, повысить экспертизу в команде, дать осознание релиз-менеджеру, что релиз выпускать не надо, если есть критичные уязвимости. Задача безопасника как раз-таки состоит в выстраивании процесса таким образом, чтобы на этапе сборки, когда мы автоматизировали процесс, когда у нас сканирование кода в том числе и полученного продукта происходит автоматически, мы получали не ложные срабатывания, а ровно те, на которые надо обращать внимание, чтобы мы четко понимали, если мы нашли уязвимость, значит, надо остановиться и исправить. Очень распространенное явление, когда релиз все равно выпускается, но предпринимаются определенные усилия для того, чтобы исключить реализацию уязвимости. Ну, просто установкой application firewalls, которые предотвращают определенную потенциальную возможность реализации угрозы. Естественно, устранять можно потом, но релиз надо выпускать. Есть такая очень интересная концепция, которая называется shift-left. То есть, когда вопросы безопасности, контроля безопасности, обеспечения безопасности смещаются с последней фазы, с фазы тестирования, к фазе предварительного тестирования, к фазе тестирования на уровне разработки, и дальше и дальше, вплоть до архитектуры, вплоть до выбора тех исходных библиотек, которые используются программистами для разработки. И сейчас вот это смещение, смещение фокуса безопасной разработки в мировой практике уже находится на нулевых стадиях, то есть на стадии отбора кода. И это действительно снижает потенциальную угрозу обнаружения уязвимости на последних стадиях. В самом начале беседы мы говорили о том, что у нас на рынке есть автоматизированные системы, которые позволяют уязвимости в программном коде решения найти. А если я, допустим, как безопасник, не умеющий писать код, вот эту систему возьму, найду эти уязвимости, и просто укажу команде разработки на них, и все. Мне не нужно обладать какими-то особыми навыками, именно программирование, чтение кода и написание его. Указать ты, безусловно, можешь. Есть автоматизированные системы, которые могут указать и без тебя, они могут отчет отправить самостоятельно, и каждый, кто этот код писал, увидит, какие там есть недочеты, если этот процесс автоматизировать. Другое дело, что если у тебя нет влияния на разработчика, и ты не понимаешь, что там написано, разработчик тебе скажет, что так и было, потому что у него время, сроки, и мы не до этого, на самом деле. Поэтому твоя задача четко понимать, относится вообще это к делу или не относится. В случае жизни, напоминающий известную сказку про Петю и Волка, разработчик, увидев этот отчет, первый раз он его читает. Ох, какая беда, у меня здесь все дырявое, все плохо и так далее. Он сначала берется за голову. И честно, вот попался нам хороший, честный разработчик, который заботится о надежности продукта. И начинает читать вот этот отчет. И обнаруживает, что из этих 100 уязвимостей, 80 относятся к другой операционной системе. И еще три, ну, как-то могут быть реализованы, а две действительно критичные. Он потратил на вот эту работу, ну, и дополнительную неделю, да, на выяснение. И когда вот там второй раз, третий раз приходит, ровно такой же пустой отчет, ему говорят, слушай, хватит уже. Хватит нас пугать волками, их нету. Поэтому вот возьми этот отчет и засунь его себе под половичок. Коллеги, а как вы считаете, пин-тест, он может стать альтернативой безопасной разработке? Нет, он может быть дополнением безопасной разработки. Он может быть элементом. Элементом безопасной разработки. Пин-тест — это просто показатель того, где мы сейчас находимся. Но это не относится к процессу безопасной разработки. Это скорее контроль результата. Плюсом к этому всевозможные пин-тесты и, ну, я не знаю, баг-баунти программы, они не основаны на том, что каждый релиз, каждую итерацию мы проводим это тестирование. Не совсем так. Это же происходит раз в год, раз в полгода, раз в месяц в лучшем случае. Невозможно тестировать каждый релиз. Невозможно пин-тестить все, что выпускается. Поэтому это замечательный индикатор, но полностью заменить процесс он не может. Это тест, а это не процесс. Спасибо. Проверка на безопасность — довольно трудоемкий процесс. И можно ли его вообще как-то автоматизировать? Можно автоматизировать некоторые процессы безопасной разработки. Другое дело, что все, что вы получите в результате, надо сидеть и кому-то анализировать. Ну что ж, а нам пора нырять еще глубже, чтобы перейти к обсуждению уже сугубо практических вопросов нашей темы. Коллеги, раз уж мы заговорили об автоматизации, то интересно узнать вообще, какие сегодня на рынке решения подобного направления представлены, в чем их отличия, для каких компаний они наиболее применимы. Если говорить о сканерах кода, ну, естественно, это западные продукты, это CheckMax, Fortify. Есть некоторое количество отечественных продуктов, они у всех на слуху. Есть очень интересные, недавно появившиеся на российском рынке продукты, это White Source, это система анализа исходного кода, системы классификации исходного кода, который, кстати, интегрирован с обоими продуктами, CheckMax и Fortify. Действительно, контроль, контроль open source в последнее время сейчас набирает, ну, большой вес. Я отечественное отмечу в студии, как это ни странно, потому что для статического анализа, именно для разработчиков, он очень неплохо подходит для исправления кода, который ты только что написал, проверки его, не для безопасника, именно для разработчика. И если мы про разработку говорим, в принципе, наверное, ReSharper тоже может как инструмент анализа кода использоваться. Другое дело, что это не автоматизация, там скорее надо смотреть и с головой как-то подходить. Хотя какие-то элементы безусловно автоматизируют. Коллеги, а есть у нас такой подход, как SDLC, как сервис. Как вы думаете, для кого он может быть применим и где может быть уместен? Смотрите, сейчас, когда мы говорим о разработке SDLC, как сервис, ну, мы же делаем аутсорс разработки. Почему аутсорсинговая разработка приемлема, а процессы обеспечения безопасности этой разработки не приемлемы? В чем дилемма? Я попытаюсь объяснить. На мой взгляд, разработчик, который обладает навыками создания безопасного кода, несколько более распространенный персонаж, нежели непосредственно человек, который занимается с созданием этого безопасного кода с точки зрения методологии. Найти безопасника, который вырос из программистов, несколько сложнее, и он значительно дороже. Удержать его еще сложнее, на мой взгляд. Ну, тем более, проще его пригласить на устав. А о чем я и говорю, что его проще пригласить для того, чтобы обучил ваших сотрудников работать у вас. Платить сторонней компании за то, что он есть и его немалую ставку обычно выйдет дороже. Ну, по моему опыту. Те цены, которые я знаю. Какие условия и какая среда в компании должна быть для того, чтобы мы смогли обеспечить безопасную, гибкую разработку? Атмосфера сотрудничества всех членов команды. Только в том случае, если все заинтересованы в создании качественного продукта, можно сподвигнуть людей на трату времени и ресурсов на нефункциональные работы. Сергей? Цель должна стоять, должно быть понимание, зачем мы это все делаем. Без него вообще ни в какой работе не получится. Очень тяжело заставлять людей делать что-то, если они не понимают, зачем это. С безопасной разработкой то же самое. Если и разработчики, и безопасники, и руководство понимают, зачем это нужно, и понимают, каких целей они хотят достичь, все пойдет. Если хоть один элемент выбивается, не получится ничего. и ресурсы, конечно, нужны. С какими проблемами безопасник может столкнуться при переводе обычной гибкой разработки на рельсы безопасности? Самый такой большой камень преткновения для безопасника это противодействие со стороны команды и это обычно происходит, когда они не понимают, зачем. Непонимание разработчиков это полбеды. Гораздо страшнее непонимание владельца продукта. и с этим гораздо чаще сталкивается специалист по информационной безопасности, потому что его обычно берут для того, чтобы устранять проблемы, а не создавать их. Коллеги, спасибо вам за ответы. И буквально через пару секунд мы попытаемся суммировать все услышанное сегодня. решение. Итак, мы выяснили, что разработка может быть не только гибкой, но и безопасной. Но для того, чтобы этот процесс организовать, необходимо понимание всех членов команды, зачем такая гибкая безопасная разработка ведется, что мы хотим получить на выходе, нужен ли нам надежный качественный продукт и готовы ли мы в это инвестировать. Одновременно с этим на рынке на сегодняшний день представлено множество различных решений, позволяющих автоматизировать процесс анализа безопасности программных решений. Но, несмотря на это, в итоге все сводится к человеку, который по результатам работы такой автоматизированной программы все-таки будет анализировать и устранять выявленные уязвимости. В качестве итогов мы обычно просим наших экспертов поделиться практическими советами. Ну и это погружение не станет исключением. Хотелось бы услышать от вас точные рекомендации на тот случай, если вдруг компания решила перейти от гибкой разработки к безопасной гибкой разработке, что ей нужно для этого предпринять. Но в такой последовательности делай раз, делай два, делай три. И начнем мы с Андрея. Делай раз, пойми зачем. Второе, найди человека, который в этом что-то понимает и три. Формируй команду. Андрей, спасибо. Сергей? Тут тяжело что-то добавить, поскольку это универсальная последовательность. Но в общем и целом, безусловно, определить цели, которые достижимы. Второе, да, наверное, неплохо бы пригласить эксперта или вырастить у себя эксперта, определиться, может быть, с ПО провести какие-то сравнительные тесты. и, ну, наверное, основная история здесь это не делать безопасную разработку самоцелью. Можно почитать, есть такой, кроме agile манифеста, есть agile security манифест. там достаточно популярно расписано, что без самой разработки безопасной разработки не будет. Все-таки создание продукта, оно первично. Коллеги, спасибо вам за сегодняшнюю встречу. У нас получилась очень увлекательная и интересная дискуссия. И я надеюсь, что в нашем мире безопасных продуктов станет гораздо больше, конечно же, не без вашей помощи. А с вами я буду рада увидеться в следующих выпусках нашего шоу «Погружение в информационную безопасность». На глубине скрывается еще очень много всего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на Бест-ТВ. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова